Какие два слова могут больше ранить игрока Destiny 2, если не эти? Хранилище контента, самая спорная политика банджи относительно развития игры, удаляя, развивай. Хм, ну, впервые мы столкнулись с тем, что из игры стал пропадать контент уже больше года назад, однако не смирились с этим многие из нас до сих пор. И вот, не за горами новое дополнение, новый игровой год, и разработчики вновь анонсировали удаление некоторого контента из игры. Я вижу много вопросов на эту тему, так что давайте раз и навсегда обсудим, что в 2022 году, а именно после релиза Королевы Ведьмы, в феврале пропадет из игры. Начнем с локаций. Тут жертвуем немногим. Единственный пункт назначения, который станет недоступен всем игрокам с 22 февраля, спутанные берега. Локация, которая впервые появилась в дополнении отвергнутая. Вместе с патрульной открытой зоной исчезнут все связанные с берегами активности. Затерянные секторы, налеты и миссия на корабле Гликон, а также налеты убежища Роя и полое логово. А вот почему-то останется надзиратель пустоты на лед, который поместят в раздел легенды по соседству с рейдом Хрустальный чертог. Ну и не совсем локации, но все же. Если вам в шлеме очень нравились ответвления, в которых расположились падшие и пробудившиеся, а также квартал Эликсни в руинах Бодза и покои Мары в городе грез, тоже сходите, поскриньте их, ведь попасть туда нельзя будет уже через несколько недель. Кроме локаций, из игры будет полностью вырезана сюжетная ветка отвергнутых, то есть вы больше не сможете пройти ту кампанию, в которой вы гонитесь за Ульдраном, мстите ему за смерть Кейда и валите кучу баронов. Я знаю, многие почему-то очень любят эту сюжетку, но тут уж вынужденная мера. Сюжет отвергнутых происходил аж 3 года назад, а представьте, какая мешанина у новых игроков в голове, когда они пускают пулю в лоб Ульдрану, а через 5 минут берут у него какой-нибудь квест в шлеме. 4 сюжетных линии, относящиеся к сезонам ушедшего года, тоже отправляются в хранилище. Это сезон охота, в котором мы помогали пауку разобраться с гневорожденными, сезон избранный, который познакомил нас с императрицей Кабал Каятль, сезон Сплайсер, подаривший нам мирное сосуществование с Домом Света Эликсне, и сезон Исчезновения, в котором на наших глазах две властные королевы устроили грандиозный... сеанс экзорцизма, да. Подведем небольшой промежуточный итог названному, и перечислим заодно все активности, которые отправляются отдыхать на сервера Банжи. Все миссии преследования баронов, все публичные мероприятия и затерянные секторы на спутанных берегах, все миссии охоты на гневорожденных, все миссии типа взлом или удаление, астральная синхронизация и расколотый мир, миссия посланник Сиэмзе, которая служила квестом на револьвер Хоук Мун, экзот теперь можно будет получить только из монумента угасшего света в башне, точно так же, как и винтовку разведчика История Мертвеца, ведь потрясная миссия предвестия тоже будет удалена. Еще одно изменение коснется плейлиста налетов Авангарда. Теперь плейлист переименуют в Операции Авангарда, и кроме налетов, в него будет входить задание на полях сражений из сезона Избранный. Не спрашивайте, почему именно эта активность была приравнена к налетам, но теперь вот так. На мой взгляд, для разнообразия неплохо, хотя хейтеров у этой активности достаточно. Теперь о персонажах. Кто из торговцев или героев покинет игру в феврале? Ну, во-первых, все четыре терминала в шлеме. Теневой дешифровщик, призма-преобразователь, прислужник сплайсеров и путеводный компас. Еще из шлема пропадет Мара Сов, да и хитрый барон-паук тоже больше в игре не задержится, ведь его локация идет под нож. Если вы грустите от того, что он торговал нужными ресурсами, а теперь нет, не грустите, он передал эту часть своих полномочий Рахулу, криптарху в башне, так даже удобнее будет закупаться. Но его фраз типа «замечательно» будет не хватать. Ну и теперь про предметы. Что из снаряжения станет недоступно? Начну с банального предупреждения. Однако я его часто встречаю в комментариях. Нет, ни одна пушка или шмотка, связанная с локациями и активностями, удаляемыми из игры, не будут удалены из вашего инвентаря или коллекции. Если у вас что-то есть, то оно есть навсегда. Иронично. Однако если вы сейчас набрали каких-нибудь квестов на экзоты и не завершили их, то вот их у вас заберут. Прямо вот те, которые в процессе. Сами квесты. Так что выберите, что вам больше всего надо и добейте эти поручения до награды. В противном случае, будет нужно либо выполнять новые квесты, если такие будут, либо надеяться на рандом, либо формить разные ресурсы, в том числе редкие, для того, чтобы купить экзот в киоске угасшего света. Я думаю, что после Королевы Ведьмы, в связи со всеми этими изменениями, будет смысл сделать видео обо всех экзотах, как их получить, от тех, на которые квесты пропали, в первую очередь. О каких оружиях вообще речь? Губитель желаний, Компаньон, Хоук Мун, История Мертвеца, Скипетр Агера и Повелитель Волков. Ну и по тому же принципу, еще несколько кораблей, сперва и оболочек призрака тоже улетают. Я бы настоятельно рекомендовал получить хотя бы Историю Мертвеца из этого списка. Уж больно хороший экзот получился. Еще часто спрашивали про контент мини-дополнение к 30-летию Банджи. Когда уберут в хранилище его? Что ж, Банджи заверили игроков, что подземелья тиски алченности, сокровища Зура и прочий контент этого дополнения не будет перемещен в хранилище с выходом Королевы Ведьмы и останется в игре как минимум на весь 2022 год. Что, конечно, хорошо. Но лично мне обиднее всего за миссию предвестия на Гликоне. Это, пожалуй, самое яркое впечатление от Destiny 2 за последние года 3. И винтовка годная в награде, и локация сделана в лучших традициях студии. Вот как умеют так, как никто не умеет. И история интересная. 10 из 10, в общем. Жаль с этим прощаться. Надо будет на стриме каком-нибудь погонять у нее еще как-нибудь нон-стопом. Может кто-нибудь даже из зрителей захочет мне компанию составить. Если вы хотите подробнее еще изучить список убираемых в хранилище предметов, я ставлю ссылку на блог разработчиков на эту тему в описании под видео. Ну и также мы такие новости вообще вконтакте еще в группу раньше, чем выходит видео, выкладываем. Так что подпишись, будешь в курсе. А почему из сегодняшнего списка будете скучать вы больше всего? Пишите в комментариях. А я на этом прощаюсь. Спасибо за просмотр. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok